А теперь вкратце о изменениях, которые коснулись артефактов. Постараюсь лаконично здесь высказаться. Ну вот Армлет, например, стоимость ему уменьшилась с 7 сотен до 6. Ну, рецепт-то имеется в виду. Это говорит о том, что он как собирался на тех героях, на которых он собирался ранее, так и будет собираться. Просто чуть-чуть быстрее это будет происходить на Найксе, Легионке, может быть ДК тот же самый. Кираса. Кираса теперь не видна, то есть дебаф ее не виден сопернику, если ты находишься где-то в инвизе. Если ты показываешься, то он, соответственно, виден сразу. Это, ну, как, уменьшает хардкорность, можно было бы сказать, да, потому что раньше ты бежишь такой, на статус смотришь, оп, Кираса, значит где-то энеми. Вот, теперь такого нету. Но, с другой стороны, это правильно, изменения как-то немножечко нечестны. БКБ. Вот, что хотелось бы сказать про этот артефакт. Тут очень многое поменяется в доте только из-за того, что поменяли БКБ. Динамика кардинально изменится. Теперь, собственно, длительность вот этого вот иммунитета к магии, да, привязана к герою, а не к этому. То есть, теперь в 185-минутной игре нельзя выложить седьмое БКБ, купить восьмое и бегать с 10-секундной неуязвимостью к магии, довольной такой. Бежит керри и раскидывает всех налево-направо. Нет, такого теперь не будет. Но зато минимальная вот длительность иммунитета повышена с от 4 до 5 секунд. В общем-то, Блинк Даггер, кост увеличили его, ну, стоимость точнее на сотню. Некоторые саппортящие персонажи, да, такие как в Рейс Кинг, наверное, сейчас заплачут, потому что все-таки лишнюю соточку где-то придется добыть. Блодстоун стал собираться проще, на мой взгляд. Да, он теперь не дает 10 дамага из-за того, что не требует Персеверанса, но ты покупаешь Соул Ринг и из него потом, ну, делаешь этот самый Блодстоун. Просто надо будет еще восемь сотен докинуть на рецепт, ну, учитывая те старые компоненты, которые Блодстоун имел ранее. Вот, для каких-то вот персонажей это очень интересные изменения. Может быть тот же самый Тимбер, как-то Соул Ринг с ним будет хорошо сочетаться. Может быть тот же самый Тинкер, поживем, увидим. Боттл, стоимость его увеличили на 50 единиц, ну, неприятно, может быть, да, если тебя там как-то загенчили, еще и фармить не дают. Там вообще Боттл не вывезешь. Телепорт Страволов теперь кулдаунится быстрее. Баттерфляй приобрел активную способность, причем довольно интересную. Ну, и теперь можно передвигаться на 20% быстрее, но, правда, вот ты получишь такой вот штраф на этот Баттерфляй, что мясы не будут работать. Но в некоторых моментах это, ну, очень важно. То есть, когда ты видишь, как на тебя накидывается, скажем, третий пай, и ты понимаешь, что тебя эти мясы вообще никак не спасают, ты просто жмешь гашетку и убегаешь с 20% скоростью. Круто? Круто. Куртка вот эта вот знаменитая за 550 теперь стакается с худым и пайпом. Ну, а теперь о новом артефакте. Кримс Ангуард собирается из Вангуарда Баклера и Рецепта, причем Рецепта не самого дешевого. 825 монет он стоит. В сумме 3850 золота придется потратить на арморчик такой. Дает он 250 хп, 6 хп регена. Естественно, от Вангуарда сохраняется способность блока. 80% на 40-20 млр урона, соответственно. Чуть-чуть арморчика в размере 5 единиц и 2 ко всем статам. Также у этой брони есть интересные особенности. Собственно, активная и пассивная обилки. Активная дает на 750 ранже 2 армора и возможность заблочить физический урон размером в 50 единиц. Такой своеобразный пайп, что ли, получается. Длится все это 9 секунд. Ну и кулдауница 70, соответственно. Ну и пассивная возможность Кримсен Гвард позволяет заблокировать от любого источника урон. Неважно, милишный или рейнджовый герой. Экипирован, собственно, этим Кримсен Гвардом. Тоже своеобразный, конечно, бонус. Не знаю, кому этот Кримсен Гвард будут собирать. С одной стороны, полезен для пуша, да, наверное. То есть, можно там какие-то включать физические аналоги пайпа. Или вот, блочить урон, впитывать очень много. Ну, первое, что приходит в голову, наверное, ДК. Да, герой, который, собственно, может собраться в плотность. Герой, который пушит. Пушит и ему этот, собственно, Кримсен Гвард запилить, ну, мне кажется, в некоторых моментах было бы очень даже прикольно. Посмотрим, посмотрим. Может быть, найдут игроки еще каких-то персонажей, кому этот Кримсен Гвард оказался бы полезен. Наверняка найдут. Просто так мне что-то в голову прям сразу и не приходит. Дагон улучшили. Теперь он дает больше интеллекта на разных левелах. Пусть увеличен монокост, но, в общем-то, я думаю, что вот этот вот дополнительный интеллект, он каким-то образом в комбинации с увеличенным уроном рукой для интовых персонажей, собственно, компенсирует этот вот недостаток. Диффуза тоже стала чуть-чуть поинтересней. Рецепт, стоимость рецепта уменьшили на 150, а это бывает очень немало. Переработали бонус Агилы. Теперь, если грейдануть, то будет давать на 15 единиц больше. Ну, зато вот не увеличивается при грейде количество сжигаемой диффузой маны. Собственно, как было 25, так и будет 25. Вместо старых 20-36. Точнее, без грейда и при грейде, соответственно. Этериал теперь, собственно, будет лететь у нас. Когда ты кастуешь Этериал соперника, летит Проджектайл, который, если я не ошибаюсь, тут подписано было 1100 единиц скорости имеет и долетает. Ну, это достаточно быстро, конечно, но, тем не менее, от него иногда можно будет увернуться. Но, кстати говоря, еще одно существенное изменение, касающееся Эблейда, это то, что ты, собственно, себя спрячешь в вот эту вот призрачную форму тогда, когда на себя скастуешь Этериал. В других случаях этого не будет происходить. То есть, если ты какой-то там, скажем, морф, да, ты можешь Этериал кинуть в фантомку, дать ей прокаст, и пока она в этом Этериале бегает, лупить руками какого-то другого героя. Да, тебе не надо иметь БКБ обязательно, чтобы сначала дать Этериал прокаст, потом нажать БКБ сразу же, чтобы бить руками. В общем-то, с одной стороны, Этериал сделали чуть похуже, но, в общем и целом, я думаю, что вот для того же самого морфа сделали его интереснее. Ну, или там для СФ какого-нибудь тоже, который иногда Этериал покупает. Ну, ближе к ПАПам, конечно, это, но все-таки. Для Скати тут замедло увеличили скорости передвижения. Доминатор у нас теперь три дополнительных ХП регена дает. Вот, в общем-то, и юниты, которых вы переманиваете с помощью доминатора, теперь будут иметь на 250 дополнительного здоровья. То есть, чуть-чуть поудобнее стало стакать этим доминатором, наверное. Ну, и, может быть, как-то пойти использовать кентавров и прочих вот крипов нейтральных, которых, кстати говоря, тоже переработали, о них мы уже поговорили в этом обзоре. Если вы вдруг каким-то образом перемотали и не слышали, можете вернуться обратно и послушать. Ну, или почитать сами. В общем-то, информации предостаточно. А вот изменения, связанные с курьером летающим, тут, собственно, интересные. Не знаю, очень ли сильно они повлияют на динамику игры, но вот мы видим то, что базовую скорость передвижения мы увеличили и на 50% увеличили урон, наносимый милишниками. Спидбёрст тоже переработали. Кулдаун. Ой-ой-ой, какой серьёзный кулдаун. Посмотрите, на 50 единиц. Так, конечно, динамику это изменит. То есть, боттл обузить теперь не так просто. Надо будет заряда, наверное, в боттле оставлять, чтобы отправлять курьера на базу. Длительность уменьшили с 20 секунд до 4, но зато лететь он будет быстрее, на целых 650 единиц, вместо 522. Ну, в общем-то, насколько сложнее станет обузить боттл, мне сложно себе представить, но я думаю, что всё-таки потяжелее. Да, там больше скорость, но зато длительность меньше и, в общем-то, кулдаун весьма серьёзный. Линкин сфере, по сути, поменяли только эффекты, от которых она сбивается. Вот тут мы видим, это связано с ультой Фуриона, с Лайтинг Штормом, с Незервардом, да, Упугны, с Лайтинг Болтом, который можно теперь кастануть в землю и, собственно, сбить линку. Ну, и Мэл Штром с Мьелнером также будут линку, точнее, наоборот, не будут больше сбивать линку, вот что важно. Кстати говоря, насчёт самого Мэл Штрома, он теперь, судя по всему, стоит будет чуть-чуть дороже. Ну, действительно, этот артефакт стал очень популярен в последних версиях второй доты, и его там собирает чуть ли не каждый там четвёртый герой. Там всякие Мираны, в Рейскинге, Легионке и вообще все, кому не лень. Переработали вижен у иллюзий, которые есть у манты. Подсказочка тут нам говорит то, что раньше, когда ты используешь манту, там есть такой очень короткий временной отрезок, да, короткий временной интервал. Когда ты получаешь тысячу радиуса вижена, да, вокруг, теперь, судя по всему, такого происходить не будет, потому что тип вижена изменили на наземный. Ну, и рецепт манты подрезали до восьми сотен. Тоже, по сути, артефакт стал в этом плане чуть-чуть пополезнее. С Момом Пайпом, в общем-то, и рефрешером ничего особо интересного нету. Ну, у первого артефакта стоимость уменьшилась, у второго там хп реген увеличился из-за того, что Худ тоже там имеет дополнительный теперь хп реген. Я о нём не стал так особо рассказывать. Рефрешер, кулдаун больше на 25 секунд. Вот, особо-то часто рефрешеры мы и не видели во второй доте, но в особо затяжных матчах, наверное, 25 секунд они, по идее, могут решить исход битвы. Но вот насчёт Мекки, увеличили и монокост, причём весьма серьёзно. Теперь этот артефакт не на интовых героях смотрится, ну, наверное, не так позитивно, как раньше. Вот, к примеру, что бросается на ум, это вот тот же самый Рейзор, которому монокосты увеличили, да, там, на скиллах. И он, собственно, герой не интовый, хоть он там при покупке Аганима всегда у него маны хватает, да, чтобы там статиклин повесить, плазмафил скастить. Но теперь ещё и Мека будет дороже. А если уж тебя совсем там зажмут к хайграунду, то артефакты добывать неоткуда. И Мека на Разоре, соответственно, тоже может быть смотреться так хорошо теперь не будет. Ринг оф протекшн теперь даёт на единичку больше армора, что, конечно же, приятно, но стоит на 25 золота дороже. Интересно, что будут ли укладываться герои, которые так любят покупать этот артефакт первым айтемом, в свой золотой запас. А у ЕСН-3 стало чуть побольше. Девардить, наверное, будет легче теперь. Шэдоу Блейд при открытии, собственно, на 25 единиц больше урона наносят. Вот, наверное, с критами интересно будет ещё сочетаться. Ещё интереснее, точнее, будет сочетаться. Шива, ну, такие же эффекты, по сути, которые касались и Кирасы. Ну, и телепорт стоит на 35 монет дешевле. Вот что тоже забавно. Ну что ж, это вот основные изменения, которые касались у нас артефактов. Ну, дальше есть ещё кое-что вкусное и интересное. Вальв очень серьёзно поработали над физикой доты, и в первую очередь это коснулось типов урона. Теперь существует всего лишь три типа урона. Физический, магический и чистый. И физический урон, как вы понимаете, можно снизить при помощи брони. Магический урон можно снизить при помощи магического сопротивления. Ну, а чистый урон на то и чистый, чтобы всегда оставаться постоянным и наносить огромное количество дэмэджа. При обзоре героев я где-то указывал то, что дебаф поезон новый будет висеть на юнитах иммунных к магии, но не будет наносить ему урона. В этом как раз таки и есть одна из новых фишек, связанных с неуязвимостью к магии. Более того, способности, которые пробивают иммунность к магии и наносят урон, будут теперь обозначаться каким-то другим цветом, и всегда вы сможете отличить, насколько будет полезна эта способность. Переработано огромное количество способностей и героев, которые теперь наносят разные типы урона. Например, топоры бестмастера наносят физический урон и, соответственно, пробивают. Неуязвимость к магии. А Асид Спрей Алхимика также наносит теперь физический урон и пробивает неуязвимость к магии. Таких изменений огромное количество, и, в общем-то, большинство из них я коснулся при обзоре тех или иных героев, поэтому можете вернуться в самое начало и пересмотреть. Ну или почитать на сайте dota2.com о этих изменениях. На этом обзор, я думаю, что можно завершить, потому что я вам рассказал абсолютно все то, что хотел рассказать. Надеюсь, что в ближайшее время я соображу какое-нибудь интересное видео или обзор на тему последних событий в мире доты. Ну а с вами я прощаюсь. До скорых встреч. Любите доту, кастуйте прямо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok